всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду к сожалению в окрестные лабазы если привозят тушки трески то практически всегда это вот такенные огроменные рыбины на пластать из этого крокодила кусков и обжарить их быстренько милое дело но вот коптить мягко говоря не очень удобно сами знаете рыба горячего копчения очень мягкая треска так вообще норовит развалиться поэтому когда я вчера в магазине улетел вот эту вот малышку смотрите какая красивая тут же ухватил за хвост сегодня засолю завтра отправлю подвяливаться а послезавтра закопчу и будет у меня праздник желудка солить буду в тузлуке и он конечно сначала приготовить соль сюда из расчета 80 граммов на литр воды и кориандр с черным перцем сейчас все закипит соль растворится ароматы пряности разойдутся пора выключать лично тузлук остынет до коптной температуры и залью рыбу горячим заливать тузлуком рыбу не стоит испортите кастрюм такого размера что потрескать целиком врезала у меня нет поэтому засаливать буду в пакете тузлук у меня остыл сейчас оператор поможет рыбу залить спасибо отлично все оставляю рыбу на просолку в холодильнике на сутки встретимся завтра продолжаем разговор треска просаривалась сутки сегодня надо обвязать поплотнее и подвярить как следует зачем подвялись спросите вы влага в коптильной камере самый быстрый способ получить брак треска и сама по себе влажная рыба она мне еще и просаривалась тузлуки то есть набрала в себя воду поэтому сутки а то и двое надо просушивать как следует на обвязка нужно чтобы рыба при копчении затем не разваливалась коптить то я буду горячим дымом то есть при температурах выше температура когуляции рыбного белка заведомо выше все вот в таком виде она и будет у меня подвяриваться а затем коптится у нас сейчас очень жарко кондиционерный дом не справляются поэтому я буду проводить этот процесс таком режиме час-два при комнатной температуре комнатной у нас сейчас 27 градусов потом на 3 на 4 часа в холодильник тоже в подвешенном состоянии потом опять на час-два вытащу сюда фри комнатной температуре так будет чередовать ночевать рыба будет в любом случае в холодильнике потому что за ночь она боюсь при такой нашей нынешней жаре может испортиться даже не смотря на то что она просолена камера для сыровяла но сейчас она настроена в режиме обычного холодильника то есть плюс 5 градусов и никак не регулируется влажность вот я повесил рыбеху единственное отличие этой камеры от холодильника это наличие просто вот такого вентилятора здесь внизу на балу который просто гоняет воздух в камере просто создает это движение кстати говоря ролики вы еще увидите у меня здесь шея висит целлюлозной пленки колбаса вайцеля вот так то но и будет у меня болтаться из холодильника на улицу и обратно из холодильника в дом и обратно продолжаем разговор рыба у меня проверилась всего этот процесс занял у меня где-то 30 часов частично при комнатной температуре частично в холодильнике сейчас будем коптить у нас время уже к вечеру идет коптиль у меня всего не очень большая поэтому рыбу и подвесила таким хитрым способом видите вот так вот на двух крюках дело в том что у меня нагреватель в коптильне внизу расположен вот и соответственно чтобы расстояние от нагревателя до рыбы и до хвоста и до изголовья рыбы так скажем был примерно одинаково вот и вот так вот и расположил раскочегаривает дымогенератор опилки у меня буквы и нравится мне их запах все в камеру их процесс пошел температура установлена 65 градусов дверца была открыта поэтому сейчас она конечно меньше но нагрев работает так что камера быстро разогреется возможно что к окончанию копчения у нас станет совсем темно и мне не удастся показать вам сегодня результат но я постараюсь ну а если нет то завтра все увидите вчера процесс копчения завершился уже в темноте длился он у меня полтора часа чуть больше полутора часов треску я перевесил на ночь в холодильник напомню это вентилятор стоит так что рыба успела проветриться очень важно сразу после копчения рыбу оставлять на проветривание минимум на 12 часов в идеале вообще там двое-трое суток сразу после копчения на поверхности продукта слишком много этих самых коптильных вкусов ароматов слишком сильно да и вредно это проветриться когда у вас продукт равномерно по всему объему проникнутся эти коптильные вещества выровняться все по объему тогда можно есть у меня в холодильнике вентилятор я напомню поэтому за счет периодического включения он где-то на 15-20 минут включается у меня сейчас каждый час более-менее все это выровнялось и то я немножко спешу значит сейчас попробую все расскажу но я хочу кроме того еще и приготовить тортилью на тортилье это омлет испанский с какими-то начинками на канале есть два ролика тасс или деппатата то есть картофельный омлет я хочу приготовить сейчас стреской с копченой в тапас барах окрестных периодически такую штуку дают очень вкусно мне нравится и мне понадобится обжаренный лук жарить его буду на оливковом масле испанцы вообще все на оливковом делают и яйца разболтать соль не добавляю потому что риска и так соленая кстати надо ее уже попробовать и 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 Просто обалдеть. Других слов нет. Так, что у нас получится с омлетиком? Так, сразу немного отделю для него. А как тут лук пожевает? Уже почти готов. Только не надо его до коричневого состояния ужаривать прям полностью. Нужно, чтобы горечь ушла, сладость проявилась, а сам он при этом еще оставался таким сочным. Ну, пора, пожалуй, добавить уже треску и перемешать. Буквально 2-2 минуты, просто чтобы треска прогрелась и ее аромат усилился. Ну, все, можно выливать яйца. Огонь не сильный вначале. И под крышку. Если обжаривать без крышки, то к тому времени, когда сверху весь наш омлет схватится уже полностью, чтобы можно было переворачивать, он уже и в середине как следует пропечется. Уже будет суховатый такой, а внизу вообще будет ужас чего. Он под крышкой более равномерно прогревается. О, смотрите. Отлично. Сверху уже схватился. Теперь вторую сторону надо подпечь. Подрумянить, так сказать. Испанцы такую штуку называют тортилья. Тортилья до пататаса – это картофельня, да, я говорил. Там, наверное, две части картошки обжаренной и одна часть яиц. А почему тортилья? Потому что с двух сторон обжаривают. Получается такая лепеха. Тортилья до бакалао аомада кон сибойя. То есть омлет или лепешка. Бакалао аомада – это треска копченая, сибойя – лук. То есть омлет или лепешка из копченой трески с луком. Готово. Ну и, наконец, пришла пора попробовать. В данном случае омлетико. Тортилья до бакалао аомада. Классный аромат копченой трески. Очень легкий такой аромат копчености. Обожаю. Класс. Просто класс. Я почему-то не встречал в наших краях тортильи, в которой одновременно и картошка, и треска. Вот это, на мой взгляд, вообще будет обалденно. Единственное, что картошку все-таки дольше жарить, чем разжарить лук. Но сочетание вообще классное совершенно. Попробуйте так сделать. Ну и еще разочек рыбки. Вот этот кусман. Вот этот замечательный. Ой, смотрите, какой, а. Почти прозрачный. Тончайший аромат рыбы. Обожаю. Разумительно. Нежно, тонко, вкусно. Это класс. Короче, готовьте, наслаждайтесь. Мне кажется, это очень классный способ. Важно температуру выдерживать, конечно. Вот 65 край 70 градусов больше для рыбы не надо. Иначе вы ее запечете как следует. Она не будет горячего копчения. Она будет переготовлена. Она будет запечена фактически. Это бы не то. Нужно все-таки получать горячее копчение. На этом позвольте с вами попрощаться. Огромное спасибо за компанию, за лайки, дизлайки, за репосты. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok